Геометрический вариант бесконечных графов, который называется пессимистично «концом». Это калька на русский язык с английского слова the end, the end of graph, но мне кажется, что это как раз тот случай, когда прямой перевод очень неудачен, потому что по-английски слово «конец» несет пессимистичного значения как на русском, поэтому мне если больше нравится пользоваться словом «хвост», поэтому я говорю «хвост», вы в литературе читаете слово «украинец». Хочется научиться, отличая друг от друга два графа вот таких. и скажем, ну, это бесконечность, это бесконечность, это бесконечность. То есть здесь как бы три хвоста бесконечность уходит, здесь четыре хвоста. Понимаете, да? Ну, как бы, собственно, вот я не знаю, как лучше объяснить геометрический смысл, чем нарисовав такую картину. Нам хочется научиться различать вот эти графы. Называется это словом «хвост». Значит, «хвост» число хвостов. Число хвостов графа – это, давайте я пишу формально, это максимальное количество бесконечных компонентов связности графа вида Кам без Ку, где Ку – любой конечный граф. Мы называем число хвостов графа «гамма маленькая», максимальное количество бесконечных компонентов связности в графе вида Гамма без Ку, где Ку – некоторый конечный подграф. Я выкидываю конечный подграф. Сколько стал компонент связности? Раз или два? Правда? Они не понимают, что такое слово «компоненты». Надо объяснить, что такое компоненты. А, вы не знаете, что такое компонент связности. Компонент связности – это максимальный связный подграф. Слово «связный» вы понимаете? Все понимают слово «связный»? Вот смотрите, вот этот граф он связный пока? Да. Прекрасно. Теперь связный… А сколько в нем компонентов связанных? Сколько там максимальных связных подграфов? Раз и два. Правда? А теперь сколько? Столько же. А теперь сколько? Три. А теперь сколько? Четыре. Все равно три. Потому что я спрашивал про бесконечное. А? Эта конечная, она не считается. Считается только бесконечная. Ну и более-менее понятно, что сколько я тут не сотру. Конечный компонент связанности может быть много. Но вот бесконечный, вот здесь, геометрически понятно, что будет только три. А здесь? А здесь, когда мы стираем, стало две, осталось две, стало сколько? Три. А теперь? Четыре. Значит, здесь число концов графа одно, а здесь другое. Соответственно, вот эта вот убегающая бесконечность хвост, он как раз и называется хвостом. Вернемся к графу Гейля. Давайте заметим простую вещь. Число хвостов при квази-низометрии не может увеличиться. Число хвостов при квази-низометрии не может увеличиться число концов. Потому что квази-изометрия обратима. Гревний гельцем был хорошо. Рисуешь эти же на песке и говоришь, смотри. Пока собеседник не понял, повторяешься, будешь смотри. Но тут, к сожалению, не та же самая. Это проще самому понять, чем доказать. Почему при квази-изометрии не может увеличиться число концов? Ну, смотрите. Если число... Если у нас есть квази-низометрия обратимую. Если у нас два конца разъединились, если был один хвост, и он разделся на два. То есть, например, вот здесь у нас один же хвост. Я вот так вот когда буду стирать, будет две компоненты связности. Но если я вдруг сотру все, что тут посередине, то тогда расстояние между двумя вершинами на новых компонентах связности очень сильно увеличится. Понимаете, да? То есть, если я сотру внезапно все, что было тут пунктировано, то расстояние отсюда до сюда станет очень большим. Это большим, что нельзя будет упасть. А? Таким большим, что нельзя будет упасть. Конечно. Ну, хорошо. Даже если мы оставим одну пунктированную, чтобы он остался связанным. Когда вы стерли все, кроме одной пунктированной линии, расстояние очень сильно увеличится. Потому что если вы берете две достаточно далекие вершины, то вы раньше могли их соединить, что называется, сразу. А теперь, чтобы их соединить, вам надо бежать туда до самой перемычки и возвращаться обратно. Поэтому давайте зафиксируем это утверждение. Число постов не от гамма при квазийзометрии не меняется. Доказательство. Почему нет? Ну, и если менее понятно, то давайте попробуем понять. Что значит, что две вершины попали в две разные компоненты связанности бесконечно. Это значит, что мы можем выкидывать все больше и больше связанных под граф, который их соединял. То есть это значит, что расстояние между этими двумя вершинами будет увеличиваться. То есть в двух разных компонентах мы можем найти две вершины, которые находятся друг от друга сколько угодно далеко. Чего при квазийзометрии быть не может. При квазийзометрии расстояние между любыми двумя вершинами не может увеличиться более чем в константу числа. Аниматрица. Продолжение следует...